так съемка пошла да это смотрите я отсюда выходил вы заходили это было две минуты назад значит полный экспромт я сказал подождите я включу камеру поехали звездки вы проехала я с москвы светлана из томска так теперь каким судьбами мы купили дом сезой это рядом с вами недалеко великолепное место с чистым воздухом вывода ленисея или туда вверх по речке по сезой все за это дома по речке там четыре дома снесло значит что такое сезая это летом там переходит это пешком воробьи а один раз полностью затопила камаз с жертвами это когда это может быть надо было сюда уже купили но там потом дамбу от это дамбу делали а ну этот не утонет все понятно так теперь смотрите почему вы пальцем показали на эту сливу потому что размеры во первых мы активно размножаем сейчас пытаемся вести сад так скупаем всех подряд саженцы одно половину погибает а так мы уже не не сегодня а когда вы уже то так сайт так дело не делается да вот поэтому профессионалов давайте есть пошиналов осталось чек 5 не больше а было много но те уже далече смотрите давайте берите из дерева снимайте плоды и попробуйте а я буду вашу эту мимику смотрите только одно вот это это все пойдет на косточки смотрите они перезрели это специально не на еду а которая на дереве и в чем можно кушать даже нужно одевать и вы тоже берите берите прицелились мили в этом саду тонны фруктов были в виде угощения за все 25 лет что я начал торговать ну так это они перезрывают прямо на дереве дальше это это вариант чернослива под названием ника 2 я таким это так и обозвал на всякий случай запоминать хорошо да здесь уже видите тут в траве ведерко целое лежит уже а там еще пол ведерка теперь идемте евразии угощу считается одна из лучших слив в стране вот эти можно брать в полос обможете из дерева вот потому что те перезревает на дереве а эти нет они дозревают и падают попробуйте вот есть у меня евро нет есть у меня сувенир востока я называю королева сада но она еще зеленовато я вообще качать не смогу пойдемте дальше великолепно конечно и надо было сразу вы знаете вы видели все за абрикосы плодоносят у меня растет от старого хозяина гибрид абрикосы с персиков ага от старого хозяина где он его брал угадайте наверно у вас вся сезая но там мало желающих там всегда мы сильно отстали от того берега сильно если бы я тут не поселился здесь бы не было вообще абрикос на этом берегу мне сказали что он тоже занимался он директор школы был сезинской стихим но видно что что-то привито не профессионально так вот это вот жалкие остатки примерно 10 процентов того что собрано а собрано было много он видите мой помощник он пойдемте познакомлю не с помощником ему уже эти знакомства печенка сидят потому что он помогает и организовывать продажу саженца вот это андрей это андрей вот это дерево да я никогда мимо него не прохожу вот это вот самое главное дерево из абрикоса в россии несмотря на то что мелочь вот посмотрите урожай нет ему 38 39 значит рекорд был в возрасте 15 лет 30 ведер а потом перестали считать андрей тогда помнишь сколько ты собирал для меня и для сергея для питомника так но мы же не до конца собрали это куда-то сейчас а вот поэтому рекорд так и не был подтвержден но тем не менее посмотрите это главное дерево в сибири одно из главных россии я его назвал лично я манджурский патриарх вот сейчас по всей россии тысячи непривытых деревьев так то есть косточки были поросены наука уже только забыли про железово одно уже потомки с этого дерева вот прямо тут вот вы копали уже перешли в науку челябинский институт агро экологии вот так вот слушайте дальше на него были привиты тысячи деревьев разошлись по всей округе и сейчас когда вы едете и видите что там на улице на улицах на дорогах стоят с ведрами и продают догадайтесь вся работа на этой стороне моя на той стороне моя еще 223 специалисты пойдемте дальше дело в том что вы можете заказать и посадить если место позволяет парочку таких деревьев почему на минус 50 и мне страшно ничего пойдемте я покажу гибриды химеры я ведь не только радио ради вас дай а ну мы с вами сливы проверяем как же назову грушевидная какая-то где наша девушка идите сюда вот это вот остатки было роскоши ну-ка срывайте 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 вот я сам родом с украины и дайте хорошему человеку вот он рядом стоит вот дайте ему и пусть он попробует и скажет что это если скажете невкусно я вас сейчас отправлю заграду я я с украины родом это великолепно это венгерки это украинские отлично а почему они здесь живут и процветают видели а это разокрупно есть 56 грамм год такой вы же видели что в этом году небо чистое дикая засуха вот они мелкие таки вы видите крупные привита на китайские сливы китайские сливы держит 50 а это с украины выдержит 30 30 плюс 50 пополам 40 градусов держит и даже плодоносит вот еще с одной познакомил но у меня четыре разновидности венгерок я-то с украинской школы может нас кидали на помощь колхозом колоски собирали помидоры собирали вот эти сливы китайские собирали ой я оговорился венгерские вот самый лучший абрикос потом попросите измельчал дико вот на этом дереве было их около 30 ветер в этом году правда никто не это здесь десяток гостей с ведрами паслись мы собрали но я собрал на косточке а теперь попробуйте я считаю что это один из лучших сортов достаньте вот это амур он среднекрупный но в этом году мелкий из огромного урожая и засухи вот я его назвал места хозяйки это все равно прийти засаживаться куда вы делитесь вот так вот места хозяйки то есть костика отделяется мякоть твердая ну сейчас чуть-чуть переспел какой а у него супруги вокруг вон смотрите вот это вот я показываю видите красное это монетоба переделанная сейчас скажут обманываешь это не монетоба канада полностью переделана один супруг королевский королевский так у соседа тоже амур вот этот амур и в результате без всякого это антинаука клянусь по секрету говорю а то меня пошлют значит прямые половые связи меняют характеристики по крайней мере плодов а говорят что железо в этот самый и уиска крутятся а здесь все попеределаны невозможно ничего знать вам даже вам понравился манджурскому это вообще никакие ворота он считается он считается последним в списке в моем пойдемте я вам это я никогда не прохожу мимо попробуйте это химера фаина пожила погибла а эта ветка пошла ветка поставить под земли и сейчас у меня два таких дерева пробуйте пробуйте два таких дерева вот так муравья съели муравьев не обижать вот так сделайте а вот так вот так это тот же самый манджур что вы ели только он крупнее три раза да тут видели мельчайший был вот и перенял еще эти качества это на заинфицирование меня опять войска крутится когда термины я сам придумаю а почему многих таких терминов нет сказать потому что они этим не занимаются и говорят этого не может быть а самый самый близкий к этому подошел мичурин ну может стать я за ним подошел значит это насыщение ментором но зараза характеристики такие они уже не уходят обратно а вот уже когда косточку посадишь а получишь не первый вариант или второй а третий пойдем дальше кстати какое у вас образование душе ну годится так они белок учитель русский ладно так а вы мне им готовы не баумана вы чутите что ли я вам фото и поступал провалился а вы значит не провалились пожму ну такой уровень пошли а вы знаете моя как минимум называют сектой командой вот значит очень много врагов потому что не считает что это все сказки вот самый главный из них все сделал уже лизова это доктор наук вот питер а потом псков доктор наук фамилию не говорю который написал главному редактору крупнейшей газеты ваши шесть соток следующая рука мы верите в железу не может быть абрикосов потому что все мои абрикосы выпали слово такое научно выпали до плодоношения 18 сорта форм вот они держите вот у меня есть клоны их я сладчайшие а это просто для вида они самые крупные но в этом году они достигали 120 грамм а в руках держите 50 а персик да а так я вообще папой пойдемте я покажу то что ближе к персику 4 раз хвастался а иначе нельзя все таки бауман это такая это такой бренд все мы с вами это в нашей команде большая часть инженера все строители как я металлурги да да дело в том что именно вот сам тип характера до позволяет делал но и же выражение что все открытия на стыке наук и же хотите пару слов я уж как с коллегой все таки баумана в это все таки это бауман марка так вот есть прекрасно знаете коррозия металла где она происходит на границе сред я придумал коррозию деревьев растений на границе сред самое страшное место а потом смотрите что я делаю иди сюда это все таки я снимаю учебные фильмы их там наверное уже не осталось так уже все абрикосы упали с молодых деревьев вот и вот получается что как коррозия деревьев на границе сред самое опасное место миллионы миллиарды гибели связанные с посадкой в углубление даже на ровном месте вот а это термин от кого пошел от металлурга железового вот следующий термин железового пошел чем глубже стержевой корень какой там раствор более насыщенный минералами и солями это назвал антифризом ну чем не не то это всем них эти фрис это механика и и вот так постепенно я оброс друзьями вот коллегами так нас сейчас мощная команда мы уступаем только по количеству потому что это у профессионалов просмотров миллионы и они учат их убивать деревья прям миллионы людей подряд вот если вы посмотрите сегодня мой вебинар восьмое конечно посмотрим нет вы может так и вежливости киваете нет мы будем смотреть самого начала ты сто процентов значит сегодня 8 сегодня по москве 16 но этот фильм выйдет позже по нашему 8 вечера вы увидите и там как раз об этом буду говорить все же корень все все потому что уже что творится не можем ничего переломить ситуацию а возглавляет извините конечно не баумана нет возглавляет это не дилетанты очень серьезные люди делают обратно это всем сейчас мы подошли к питомнику так вот мы не прошли там столько абрикосов вот это бывший питомник то есть смотрите остаются деревья не выкуплены ну и на здоровье вот они переходят в разряд смотрите они переходят в разряд этих маточных деревьев мы с ним берем черенки груша вторая груша третья груша видеть вот они остались здесь навсегда а какие они вкусные 15 сортов самых вкусных россии как как коллеги привозят то что он доскобилов мой друг то что он полу доскобил завлаб кандидат наук уважаемый человек супер специалист 25 лет дружим привозят молодого человека не буду называть институт откуда привез на сибирский и когда я угостил попозже месяц спустя вот чем сейчас угостил 15 сортами груш вот и иду и называю лесная красавица среднерусская лада память яковлева осенняя колю они на уровне меда я это и вот когда закончили обход значит он сказал вот жалко что вы это стоите надо бы даже вы можете упасть от удивления сказать он сказал я первый раз о них слышу все так все добавим считать что самое главное я сказал это знаете чем было это было да мы идем за вами мы это было наболевшее а я вам хотел саженцы слив показать но ничего давайте так мы через два дня каждый раз едем к вам красный хутор за молоком мы можем в любой момент к вам заехать и что-то с ним можем есть и только это сейчас это будет сложнее давайте когда начнется пойду я бы не груши на грани поспевания я сниму сейчас на телефон ваши координаты на заборе да там который договариваться может телефонами телефон мы записать договариваться можно так вот таким образом чем просто наугад ехать великолепный конечно у вас великолепный черешни черные абрикосы персики я сейчас только фотографировал персики прямо на дереве причем не укрытая от северного ветра сейчас я уже не буду вас задерживать вишни украинские вот сливы украинские говорю про них показывал кстати удивительно мне сказали что последний раз абрикосы вообще несколько лет назад у людей да у людей да нет дело в том что я знаю хорошую чека он как раз у него фильм снимал потому что ему давал черенки и он их вырастил сейчас полюбуемся он они манжурцы в этом году они крупные вообще-то когда не такой дикий урожай вот и он прямо камеру сказал мне не было три года абрикосов а почему привал на бай все сорта мои да мои черенки но привал на бай а бай все-таки не минус 50 а где-то минус 40 раз вот городская черта другой стороны не сей уникальный микроклимат абрикосов нет вот а у меня были амуры и этих самых жидники урожая крупных это предпоследний год знаете когда в 40 градусов долго-долго вы застали нет нет вот амуры у меня так сеянцы амуры и маньчжурцы плодоносили 200 ведер сад то маленький видели 200 ведера крупноплодных но ведер 20 это по нашим меркам это не урожай вот ну что я вас отпускаю все равно сейчас закончится запись он долго не записывает что сделать две штучки можно ребятишкам обижаете обижаете собирайте собирать так ну все я отключаю ладно